Работники промзоны каждое утро вынуждены испытывать свои авто на прочность. Остаться без колес или угробить подвеску здесь дело нехитрое. Мы уже рассказывали о состоянии дороги в промзоне ровно год назад. За это время ничего на улице Полина Сипенко не поменялось. Вот в прошлом году колесо 8 тысяч, у меня стоит колесо на машину. Особенно у нас, конечно, трудности весной, когда ямы заполняются водой и вообще не видно. Причем ямы такие вот с острыми краями, ну, бывает, конечно, и стукнешь машиной. ЛДПР контролирует состояние дорог. Сегодня активисты партии вышли с пикетом в промзону. По их словам, в региональное отделение партии регулярно поступают жалобы от владимирских предприятий. Те сетуют, развивать производство в таких условиях невозможно. Предприятия испытывают кадровый голод. По такому бездорожью пройти на работу людям непросто. Но они не могут по грязи каждое утро, каждый вечер добираться до своего рабочего места. Сейчас, конечно, лето и вся, так сказать, плачевная ситуация не очень нам представляется. А когда приходит дождь, проходят дожди, то есть всю эту дорогу размывают, грязь, отсутствие тротуаров приводит к тому, что жители, работники идут прямо по проезжей части, здесь же едут большегрузы. Всего в региональное отделение партии обратились пять предприятий. Они просят ЛДПР также поднять вопрос об общественном транспорте в промзону. На производствах работают не одна тысяча людей. Автомобили есть не у всех. До ближайшей остановки минут 15 ходьбы. Соединить промзону напрямую с Пекинкой тоже возможно. Было бы желание. А дорога, которую соединяет Полина Осипенко, идет непосредственно здесь. По генплану она должна идти на Пекинку. И таким образом, если поставить здесь остановку и сделать дорогу непосредственно на Пекинке, то мы сможем и лишить транспортные вопросы, и меньше пробок будет в городе. Чтобы разрешить проблему дорог в промзонах, активисты ЛДПР обратятся к главе администрации города. Недавно Владимир получил от правительства страны транш 200 миллионов рублей. Эти средства собирает система Платон с большегрузов за проезд по федеральным трассам. Деньги пойдут на ремонт дорог. В партии считают, было бы справедливо часть суммы отправить именно в промзоны. Ведь именно здесь большегрузы ходят регулярно. И разбивают дороги тоже они. Никита Королев и Евгений Токарев. Шестой канал.